Музыка Благоценный Господь, дающий Тору. Амин. Аллилуйя. Друзья, сегодняшний раздел Торы называется Мецора, и он включает 14 и 15 главы книги Левит. В этих главах описывается обряд очищения от проказы, то есть когда человек уже очистился от проказы, что-то надо делать. А также описаны нечистота мужчины и женщины, вызванные различными истечениями из тела, и жертвы за очищение. Две главы, всего две главы, и там данные вещи вроде бы такие далекие от нас, очищение и так далее. Но я верю, что Господь через эти тысячи лет что-то хочет сказать в жизнь верующих сегодняшнего дня, и мы будем искать это, и я верю, что у нас это получится. Скажите на это Аминь. Мецора переводится как прокаженный, но это не очень точно, потому что проказа, ну как болезнь, она звучит как цараат. И слово Мецор означает человек, удаленный от общества, жизнь вне стана, и это больше похоже на современное слово заключить под стражу, ну из-за нарушения закона. Дело в том, что при обнаружении проказы, первым, что делалось с человеком, ну кстати, проказа это не обязательно проказа, ну в понимании таком, в самом таком прокаженном виде слова, это была любая, как бы такая болезнь, ну как говорят исследователи, которая была видима на теле, там лишай, там псориас, там какой-то и так далее. То есть поражение, какое-то поражение, видимое поражение кожи. Так вот, при обнаружении проказы на теле израильтян, первым делом его удаляли из среды общества. Вот, и это, это было, ну для него это было чрезвычайным таким стрессом, да, то есть ты был нормальным человеком вдруг раз, и ты уже не можешь жить вне общества, и более того, ты не можешь вместе со всем обществом, божьим народом, чтобы приходить к Господу и поклоняться ему. Это было очень серьезно. Вот, и древние они пытались найти объяснение поражения человека проказа. Вот, Талмуд в трактате Эрхин приводит причины, по которым человек мог быть поражен проказой. Основная причина царат заключается, по их мнению, в злоречии. На иврите он ора, что дословно можно перевести, как дурной язык. Очевидно, что это они сделали как вывод, из следующего отрывка Торы. Второзаконие 24, 8 стих. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай, исполняй весь закон. То есть, там нам говорится, смотрите, вот если проказа, да, то соблюдай весь закон, которому научат вас священники и левиты. Тщательно исполняй, что я повелел вам. Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вы шли из Египта. То есть, как бы здесь есть определенная связь, да, между проказой, которая была у Мариаме, значит, из-за ее злоречия на Маше. Потому что, мы помним, она как бы упрекала его в том, что он взял себе жену Эфиоплянку. А на самом деле, она просто хотела, ну, как бы положение того, значит, тех почестей, которые был удостоен Маше, как пророк Божий. Вот, и она потерпела. Я думаю, что в этом есть большая доля истины, тем более, что в притчах 18, 20, 21 говорится, «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст твоих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Ну, знаете, немножечко так, как сказать, немножко отдаленно, как бы нас не очень касается. Ну, это где-то там плод уст и так далее, как-то, ну, не знаю, меня как бы оно не очень. Ну, вот я нашел в одном современном переводе такую интерпретацию, да, значит, этого, но оно вполне конкретно говорит. Вот слушаем. «Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится в твоей жизни». Акцентируем, да? «Но если плохое ты говоришь, то плохое случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного». Вот интересно, кто-то скажет на это аминь? Ну, не очень дружно, потому что все понимают ответственность, да? Ну, в любом случае, мы должны знать, что это есть. И можно было бы идти по пути вот такого, знаете, комментария в этом плане, но, честно говоря, я хотел сказать не об этом, но упомянуть об этом, а дать должное как бы древним, да? Вот что я хотел бы сказать сегодня. Вот смотрите, 14 глава. Вот закон о прокаженном, когда надо его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Ну, как бы не очень приведут, а священник выходит к нему за стан, да? И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц, живых, чистых, кедрового дерева, черленую нить и исцоп. И вот начинается, я буду уже просто пересказывать так, чтобы все не считать, потому что здесь полстраницы, да? Что происходит, как бы для того, чтобы его очистить? Короче, берутся вот эти две птицы. Берется вот эта кедровая, значит, дощечка, да? Черленая нитка и исцоп. Здесь есть тоже символика, которая имеет большое значение, но я останавливаюсь в данном случае не на символике, я останавливаюсь на процессе, да? Потому что процесс тоже о чем-то говорит. И вот процесс очень длительный и очень серьезный процесс такой. Первое, что вначале, короче, одна птица убивается, потом, короче говоря, значит, там в воду, в живую воду проточную, короче, там это все макается, и, значит, это, и вторая птица, которая живая, она отпускается. И очищаемая моет одежды свои, острижет волосы свои, моет водой и будет чист, и потом войдет в стан. Значит, только после этого он может войти в стан, он уже чист, вот это обряд с этими птицами, но все равно в стане он не может войти в свое жилище. Он находится вне своего жилища. В седьмой день опять обреет там все волосы, абсолютно все, что у него есть на теле, даже брови, вот, и омоет тело свое водой и будет чист. А в восьмой день возьмет он двух овнов без порока, вау, понимаете, то есть еще мало того, что он переболел, да еще и овнов берет, понимаете, ну, то есть терпит материальные убытки, так вот скажем. Ну, кажется, вот, ну, в чем дело, ну, вот просто, как бы, ситуация такая, ну, что он виноват, что он заболел, да, вот. И, короче, процесс идет с этими овнами, то есть идет жертвоприношение, ну, и этого мало, и этого мало, и возьмет священник крови животного, так, и возлужит, так, и возьмет священник из, да, и не просто овнов, там он приносит четыре вида жертв, четыре вида жертв, жертв повинности, жертв за грех, всесожжение и хлебное приношение, вот. Значит, ну, там в определенном порядке это все дело происходит. И потом еще священник берет елей, и, короче, ему и правое ухо, и правый палец на руке, и на ноге. Короче говоря, вы понимаете, вот, то есть, человек был просто одно слово нечист, да, и после этого длительный такой процесс очищения идет. И что-то же Бог хочет сказать об этом, потому что, ну, вот глава, это две страницы, это целый лист Библии, он говорит о вещах, вот таких вот ритуальных, скажем, он говорит о ритуальной нечистоте, ритуальных вещах. Теперь возьмем примерно то же самое говорится о других видах нечистоты, об истечениях из тела мужчины и женщины. Я не буду на физиологии останавливаться, не очень приятно, вот. Ну, факт то, что понимаете, что есть определенные там истечения в разных обстоятельствах. И вот к чему это приводит. И вот закон о нечистоте его, от истечения его. То есть это тоже истечение приводит к нечистоте. Когда течет из тела его, истечение его, и когда задерживаться и так далее. В общем, короче, к чему это приводит. Всякая постель, на которой ляжет имеющие истечения, нечистая. И всякая вещь, на которую сядет нечистая. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой. То есть ты идешь себе спокойно, прикоснулся к постели, тебе говорят, нечист, вау, и все, и бежишь, короче говоря, и ты нечист до вечера и моешь свою одежду. А в то время одежды было не так много, понимаете, он должен был вымыть эту одежду, которую, возможно, у него единственная, ждать до вечера, пока она высохнет и так далее. И, короче, к чему не прикасается, и куда он не сядет. И здесь и повозка описана. И, короче говоря, ну это просто ужас, летящий на крыльях ночи, и для этого человека, и для всех его окружающих. Потому что он становится, ну вообще просто опасным становится для общества. Понимаете? То есть ты сразу как бы раз, и на какое-то время тебя вычеркивают из жизни. И видов нечистоты, здесь говорится о двух видах нечистоты, об истечении, значит, и о проказе. Но видов нечистоты там гораздо больше, и каждая из них, она имеет свою церемонию, они градируются. Вот самый большой вид нечистоты, это кожная, вот эта нечистота, и поэтому там самая большая процедура. Там минимум, там еще какие-то есть виды, и там минимум до вечера ты там нечистый, и там должен вымыть одежды свои. О чем здесь говорится? Что Бог нам хотел сказать через эти вещи, через вот эти понятия ритуальной чистоты и нечистоты? Я думаю, что Он об этом и хотел сказать. Он хотел показать людям о том, что есть нечистота. То есть люди, они должны были понимать, что такое нечистота, и насколько она грязная, насколько она пачкает, и насколько она опасна для человека. Она опасна тем, что, во-первых, ты выходишь за стан Божьего народа, то есть ты не общаешься с людьми, ты выходишь из общества, ты не можешь приходить с Божьим народом в присутствие Божье, и более того, это опасно даже для твоей жизни. Почему? Потому что здесь в 15 главе говорится, когда все перечисляют, вот это вот дело, и все жертвы, Он говорит, так предохраняйте, то есть описывается, как надо предохраняться от чистоты, нечистоты, то есть Игорь говорит, так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. То есть здесь, и не столько даже говорится о нечистоте людей, здесь больше говорится о чистоте Божьей. Аминь. И о том, что человек, он по своей природе, он может становиться нечистым, эта нечистота может, она как бы, или внутри него, которая истекает, ну так образно говоря, да, или он может получить внешне эту нечистоту, вот как проказа, где-то пообщался с лишайным животным и получил как бы эту нечистоту. И часто, кстати, вот этот, Бог не объясняет причины нечистоты, и многие комментаторы даже тоже ее во многом не понимают. Почему вот это вот, почему вот проказа, она нечистая, понимаете? Вот Бог просто говорит, это нечисто. Для чего? Я так думаю, это мое мнение, для того, чтобы человек просто понимал, что нечистота, она есть. Она есть. И эта нечистота, она опасна для нас. И человек, который стал нечистым, он должен стремиться к тому, чтобы стать чистым и приблизиться и в общество Божье, и приблизиться к Богу, иметь общение с Богом. Потому что он не имеет общения при нечистоте, и более того, это опасно даже для его жизни. Поэтому смысл закона о чистоте, это чтобы люди поняли, что Бог свят, Он чист, а люди, они оскверняются. Вот вспомнилось, когда готовился, что вот о Боге. Чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяния. Это Аввакуума, первая глава. У Бога и очень чист, Он абсолютно чист. А люди, они тоже могут быть чисты, но Бог обращается, говорит, вообще-то вы не думаете о себе слишком свысока, потому что ваша праведность как одежды запачканные. И имеется в виду запачканные вот этими, как в 15 главе, этими истечениями. То есть, как бы ссылка на вот эту главу. И в Новом Завете, в Новом Завете поняты нечистоты, и чистоты, оно тоже не исчезает, друзья. Но оно переходит в новую плоскость. Ешо, когда пришел, он первым делом поднял этот вопрос. В Нагорной проповеди о чем он говорил? Он говорил, вы слышали, что нечистое, ну, я там другими словами, но суть именно в этом, что нечистое, ну, допустим, вот блуд, да, там, или прелюбодеяние. Вот ты оскверняешься этим, ты становишься нечистым. А я говорю вам, если вы даже подумаете об этом, если вы подумаете, то вы уже будете нечисты. То есть, и в принципе, вот все проблемы у Ешоа с фарисеями, книжниками, они как бы находились в этой плоскости. То есть, фарисеи к Нему приходили и говорили, а вот это вот нечисто. Вот ты сейчас прикоснешься к прокаженному исцелять, ты сам станешь нечистым. Или, а почему вы там руки не моете там? Это вы же нечистыми станете. Он говорит, друзья, да не в этом вопрос. Бог не об этом говорил, когда Он говорил о нечистоте ритуальной. Он хотел вам сказать нечто другое. Это был образ для вас, чтобы вы понимали, что исходящее из уст, из сердца исходит, и оно оскверняет человека. Вот о чем говорил. Это была основа его пробовать, что он хотел, чтобы его современники не этот момент поняли, что нечистота, она находится внутри человека. И это касается тоже нас, потому что, ну вот Павел в Галатном в пятой главе говорит, дела плоти, они, в общем-то, известны. Они суть. Перелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. В другом месте, в Ефесянам 5.3, а блуд и всякая нечистота и любостязания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. То есть, оно так и есть среди, к сожалению, народа Божьего. То есть, оно есть. Но этого не должно быть. Вы даже думать об этом не должны. Оно именоваться даже не должно быть. То есть, не надо, чтобы оно было у вас. Вы как бы забыть об этом должны. И в 1 Коринфянам 5.11 Павел говорит, что с такими людьми, которые называются братьями, но нечисты внутри, вместе не садись, есть. То есть, понимаете, что если он там, как бы за стан выводил нечистых, то и здесь он говорит, с ними, то есть принцип тот же самый остался. Бог-то не меняется. Просто требования к чистоте, они усилились. Они усилились, требования к чистоте. И, как бы, люди, нечистые люди, они не могут с чистыми людьми даже вместе садиться и есть. Более того, такие люди, Царство Божье, его не наследуют, Галатам 5.21. То есть, тот же самый принцип, да, ну, то, что я вам говорил о том, что, значит, они не могут даже прийти и поклоняться к Богу, в Божьем присутствии не могут прийти. Тут виден тот же принцип отделения нечистоты от народа Божьего и самого Бога. Более того, кстати, вот момент, я только подумал с причастием. Вот, там говорится, что нечистый, когда он приходит в присутствии Божьего, в 15 главе, да, вот, который я комментирую, если нечистый приходит в присутствие Божьего, это может послужить к его смерти. И когда мы принимаем причастие, вы, говорит, размышляете. Ну, размышляете зачем? Да, чтобы понять, что у вас там внутри, в конце концов. С чем вы пришли на причастие? Потому что, если вы будете с нечистотой внутри, а, что там, никаких проблем, ну, я же покаялся, ну, там всего один раз, я покаялся сразу. Понимаете? Ну, Бог, он с чистым поступает чисто. То есть, он разберется, насколько ты покаялся, поэтому размышляй, когда приходишь на причастие, размышляй, что там у тебя внутри, для того, чтобы ты не болел и даже не умер. Более того, я знаю, что и многие из верующих, те, которые больше, там, более 10 лет, мы сталкиваемся со многими случаями, когда люди, становясь Божьим народом, да, потом начинают, вот это, допускать, вот эту нечистоту в свою жизнь, и что? Даже смерть приходит, не только болезнь, даже смерть приходит, принцип, он работает, он работает, вот, и мы должны размышлять об этом, и поэтому, вот эти вот две главы, в которых, в которых говорится о ритуальной нечистоте, они много нам говорят в нашу жизнь, верующих Нового Завета, верующих Бритха Даша, и слава, поэтому, Яков говорит, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души, вот, и в послании к евреям, здесь я всю, не буду зачитывать, но говорю, что кровь, ешо, да, вот, кровь ешо, это наш, это то, что дает нам возможность действительно очищать наши души, потому что у древних, у них не было такой возможности, но кровь ешо, когда мы ее принимаем, когда мы принимаем, понимая, размышляя, над ее, что это для нас обозначает, в чем ее сила, то написано, что кровь ешо, она очистит совесть нашу, то есть внутренность нашу, от мертвых дел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова